Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Мы продолжаем изучать Тору. Всем привет! Бонжур! Хелло! Доброе утро! Ривар! Не, ривар это до свидания. Все, всем привет! Я в Киеве, должен был сегодня лететь в Израиль, но не полетел. Не полетели мы себе в Израиль, хотя очень хотели, но из-за того, что сейчас две недели сидеть дома в карантине, мы решили остаться в Киеве, потому что не хотели сидеть дома в карантине. Хорошо, дорогие друзья, сейчас все собираются. Смотрю после Пурима. О, Роман Гольдман. А Роман где? Роман, ты где? В Киеве или в Израиле? В карантине. Хорошо, дорогие друзья, все, мы сейчас здесь собираемся. И сегодня, сегодня, почему-то нету комментариев, что неужели никого нет в эфире? Не могу поверить. Все, наверное, вчера допоздна праздновали Пурим и сегодня не могут встать. Или это Facebook, я думаю, Марк Цутерберг праздновал Пурим. Интересно, празднует Марк Цутерберг Пурим или нет? Думаю, что да. Или он праздновал Титайский Новый Год, потому что у него же жена Титаянка. Я думаю, что он праздновал и Титайский Новый Год и Пурим. Да. Это приближение к Богу. То есть это как постоянный такой тренинг длиною в жизнь, в котором ты в каждом твоем действии и движении ты должен выбирать идти в сторону Бога, сопоставлять свои действия с Божественной Волей. И тем самым ты выстраиваешь свое мышление и свою личность, выстраиваешь ее, ты ее привязываешь к Богу, к источнику жизни. То есть есть Бог, источник жизни, есть твоя душа, это часть Бога, есть твой интеллект. И этим интеллектом ты рулишь по этому миру, выстраивая себе какой-то такой сериальчик свой личный, индивидуальный. То есть у каждого из нас есть личный индивидуальный сериал, прям конкретная Санта-Барбара. У каждого своя Санта-Барбара, каждый наполняет свой сериал, свою жизнь какими-то персонажами. Кто-то собачку ставит туда, кто-то там переезжает, следующая серия будет в другой стране. То есть каждый человек выстраивает свой сериал по каким-то своим сценариям, которые в нем заложены. И дальше эти сериалы, они пересекаются. Люди со своими сериалами заходят в жизнь друг друга и начинают накладывать друг на друга свои ожидания. Там люди женятся, она говорит, нет, секундочку, ты в своем сериале раньше, тебя мама так учила? Нифига, я твоя жена, сейчас будет по-другому. Он говорит, я хочу следующую серию в той стране провести. А жена говорит, нет, у меня сценарий другой. И начинаются столкновения с сценарием. Иногда эти столкновения с сценарием происходят на глобальном уровне. Вот сейчас, например, происходит столкновение с сценарием у правителей Саудовской Аравии, правителей России и Трамп. У Трампа он свой сценарий. Он такой человек прям, бах, будет все, как я хочу у него. Главная мысль в голове, я всех заставлю идти по моему сценарию. Вот такой вот Трамп, я читал его там три или четыре книги, в которых он выражает свой ход мысли. И он конкретно такой человек. Значит, вообще все правители, у них сценарий такой, что я буду править. Вот сама идея у правителя, я буду править. Теперь, Пурим, мы каждый год изучаем некую историю, которую Бог нам специально дал. Прямо в самой Меделат-Эстер, свиток Эстер. Написано, что посмотрите, что было, и что они хотели, и что потом получилось. То есть мы изучаем некий такой трехслойный сценарий, в котором есть персонажи любого жизненного порядка. То есть есть основные архетипы в Меделат-Эстер, выражены все, абсолютно все архетипы всех ситуаций. И нам дана история от Бога, вот как устроена жизнь. И мы каждый раз, мы изучаем в Пурим, мы изучаем эту историю в Меделат-Эстер. И мы должны из этой истории для себя извлечь урок, который нам поможет правильнее выстраивать свою личную жизнь. То есть это не просто праздник, напились, значит, а-а-а, весело провели время, переоделись, карнавал и все. Это все внешние элементы, которые должны помочь понять каждому из нас, что на самом деле в жизни-то делать, как жизнь свою строить. Теперь я хочу поделиться сегодня теми уроками, которые я извлек в этом году из изучения и понимания Меделат-Эстер и из проведения по всем, по всем вот, как сказать, праздник Пурим. Вот начиная с поста перед Пуримом, когда мы постимся 13-е Адара, это день полного поста. Без еды, без воды, целый день ты не ешь, не пьешь в память о том, что Эстер, перед тем, как идти к царю Ахашверошу, она три дня не ела, не пила, и все евреи того времени, она им сказала, три дня поститесь, не ешьте, не пейте. Это начинается первое, вход в праздник. И ты на день должен отключиться от еды и от воды. Для чего? Она не знала, или ее убьют завтра, или не убьют, потому что ее 30 дней не звали к царю. И когда, было правило такое в Персидской империи, что когда ты идешь к царю, и он тебя не звал, без того, что тебя позвал царь. Если ты идешь без того, что тебя позвал царь, то тот, кто заходит только в его дворец, там был внутренний такая, как, знаете, был внешняя стена, потом был такой, как проход, и потом был внутренний двор. Так вот, тот, кто проходил, успевал дойти до внутреннего двора, везде были разные охранники, причем он же был царь над 127 странами. И интересно, что в каждом дворе служили разные стражники, которые не знали разных национальностей, они даже не могли друг друга понимать. Это то, что, например, есть там, в России были чеченцы, например, да, всегда они царскую семью охраняли чеченцы. И чеченцы, это как внутренняя гвардия, почему настолько, ну, например, даже сегодня, да, то есть есть особое отношение с чеченцами, с... Они такие воины были, которые охраняли всегда вот эту вот высшую знать, российскую. У царя Ахашвероша была такая же история, и откуда мы это знаем, что в один из эпизодов, один из эпизодов Медилат-Стер, что два охранника из какого-то народа, я не помню, какой это был народ, какой это был народ, не помнишь? Два была охранника, которые задумали убить царя. То есть были постоянно такие были, ну, это же, это, это любой правитель, он живет в заговорах, постоянные заговоры против него. Против Гитлера было, чтобы стерлось его имя, 52 покушения на него было, включая немецкие офицеры, военные с той стороны, военные с той и так далее. Теперь любой диктатор, любой властитель, он живет в постоянном паранойи, в страхе. И Ахашверош жил в такой же паранойи, и вот этот был приказ, что кто зайдет к нему, дойдет до внутреннего двора, если он не показывал на этого человека своим жезлом, то его сразу же убивали, без разговоров. То есть были специальные самые такие охранники, которые просто на него бросались и его убивали. И вот Стер должна зайти без приглашения к царю, который может ее убить. И мы отсюда учим, что когда ты настраиваешься на какое-то действие, такое опасное, то первым делом нужно с Богом установить, установить с Богом отношения. И она постилась, не ела, не пила, и просила, чтобы весь народ постился, не ел и не пил, а что молились, чтобы все было хорошо. Хорошо. Значит, это мы начинаем, мы входим в праздник Пурим с того, что мы не едим и не пьем. В этот момент на кого похож человек, который не ест и не пьет? Он похож на тех людей, есть люди обездоленные, которым нечего кушать, голодающие. И это очень интересно. Мы сейчас живем в такую эпоху, когда, ну, я надеюсь или верю, что никто из нас не испытывал в жизни чувство голода, когда ты не ешь, нечего кушать более чем день. Бывает, что мало еды, бывает, там, хлеб какой-то ешь, бывает что-то. Но в наше время мы, слава богу, мне кажется, ну, можем, как бы, найти хотя бы хлеб. В те эпохи, начиная с эпохи моих родителей, которые все детство голодали во время войны в эвакуации, и туда дальше, были, были то, что называют голодомор, это был голод, когда умерло там несколько миллионов человек от голода, представьте себе, это было 20-30-е годы. До этого, там, 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, каждые 2-3 года наступал голод страшный, от которого люди умирали от голода, конкретно целые вымирали народы, от голода вымирали, представьте. То есть, половины народов нет, от чего они умерли? Они умерли от голода, не было засуха, засуха, засуха. Откуда мы это знаем? Торе отдельным идет, отдельным идет в Торе повествованием, 7 лет будет в Египте, 7 лет будет хороших, и потом 7 лет будет голода. Это было, когда семья братья Якова, когда евреи пришли в Египет, они спасались от голода, и весь мир тогда голодал. Понятно, да? И если бы Йосеф в Египте не создал хранилище хлеба, то тогда весь Египет вымер бы от голода тоже. То есть, то, что он за 7 лет накопил запасы зерна, и оно не испортилось, спасло Египет от голода. Теперь, первое, мы учим перед Пуримом, что мир – это место, в котором есть голод. И мы должны сами, когда мы хотим что-то от Бога получить, мы себя ставим в те условия, когда у нас нет еды, нет воды. То есть, мы постимся, создавая себе внутри условия, что нам плохо, мы в этот момент говорим Богу, нам так плохо вообще, мы не едим, не пьем. Пожалуйста, услышь наши молитвы. Дальше наступает праздник Пурим, и читается, вот это вечером читается история Медилат-Эстер. Значит, история Медилат-Эстер читается именно вечером, потому что человек вечером, ночью находится в одном состоянии сознания, утром – в другом. Вечером активизирована правая полушария, правая полушария – там интуиция, какие-то эмоциональные штуки. Утром – левое полушарие – рациональное мышление. Утро – вечером – мудренее, поэтому говорят. И мы читаем Медилат-Эстер в начале вечером, свиток Эстер, чтобы понять поэмоционально, что там происходило. Так задумано. А потом мы утром читаем, чтобы понять рационально, что там происходило. Теперь, давайте я сейчас расскажу просто поэтапно, как проходит этот как тренинг такой, да, а потом расскажу то, что я понял из Медилат-Эстер. После того, как вечером прочитали мы Медилат-Эстер, по задумке надо было лечь спать. То есть вечером нет никакой трапезы, нет никакого веселья, нет никаких дополнительных действий, потому что то, что человек перед сном читает и переживает, оно у него потом всю ночь внутри его варится и дает ему, то есть оно в него входит. Поэтому, по идее, последнее, что нужно было сделать перед сном, это чтение Медилат-Эстер и потом лечь спать. То есть и осознав, и поняв те уроки, раньше же не было ни компьютеров, ни смартфонов, ничего. То есть человек варился, новостей никаких этих не было. Вот представьте, деревня, живет там тысяча человек, или даже город, стемнело, все, ну что, нет электричества, нету, нету, некуда пойти. И люди при свечах еще какое-то время обсуждали вот эту вот Медилат-Эстер, обсуждали или сами размышляли, свечи, тишина, там собачка погавкала, там осел покричал, там, значит, птичка какая-то, ночью птицы, кстати, не кричат, нет, ну, где-то там волки повыли, где-то овцы там поблеяли. Вот это все развлечения. И человек сидит и думает в это время о Медилат-Эстер. И он в этом уроке, он варится. Хорошо. Утром проснулся, надо помолиться, и еще раз послушать Медилат-Эстер, еще раз послушать эту же историю, для того, чтобы еще раз попытаться понять, что там было, что они думали, что они делали и так далее. Значит, еще раз утром мы прочитали Медилат-Эстер, потом, потом нужно дать деньги бедным, тем людям, у кого нет денег, у них сейчас нет заработка, и они бедные, им не на что даже покушать, и ты должен дать деньги вот этим бедным, чтобы у них было у двум бедных по две трапезы. То есть ты не можешь сам сесть кушать, пока Мист, ты не дал бедным деньги на две трапезы, двум бедным на две трапезы, чтобы они могли тоже покушать. И как раз ты был вчера голодный, и ты понимаешь, что они сегодня чувствуют. Если бы ты вчера в день не голодал, ты мог бы не понять, что чувствуют бедные, которым нечего кушать. И после этого нужно дать друзьям, это называется Мишло Ахманот, приготовить вкусную еду какую-то. И Мишло Ахманот Иш Эль Регу. Одному ближнему нужно послать два вида пищи. Это очень интересно тоже. Не написано 20 друзьям, как сегодня раздают подарки 20 друзьям. Написано, одному ближнему приготовь два вкусных блюда. Именно сам сделай ему приятно. Еду вкусную, да, ему. И после этого написано, собираемся на пир. И на этом пире нужно кушать, выпивать. Выпивать, то есть войти в состояние, когда ты под алкоголем, у тебя внутри, ты входишь в измененное состояние сознания, и обсуждать уроки Медилат Стр. Что ты понял в этом году из Медилат Стр? Слушаешь тех людей, кому что-то одно открылось, другое открылось. То есть веселишься, радуешься, пьешь. Но все это в переваривании вот этой вот истории Медилат Стр. Я вам хочу рассказать, что мне вчера открылось в Медилат Стр, которая для меня именно этот год, он очень, ну вот, каждый год разное что-то открывается. Но в этом году я понял такую интересную вещь. Если мы проследим за всеми персонажами Медилат Стр, то есть есть там Ахашвирош, он был царь-параноик, который боялся, что его убьют. Он захватил 127 стран, он был настолько параноик, что он позвал, начало Медилат Стр, он позвал со всех стран вельмож, главных людей, и 180 дней их поил, чтобы они все бухали, и чтобы выведать у них, что они думают против него. Это было специально сделано, между ними были рассажены его агенты, человек пьяный, вдруг он что-то задумал, и он сразу всех, кто ему против него, он убивал. Причем откуда мы это знаем? Когда против него выступила его жена, его жена, внучка Навохадныцара, который разрушил храм. То есть это просто вообще, ну, самая там, мировая знать, мировая элита. Он, когда она его не послушалась, он разгневался, и ее убил, казнил ее. Вот такой вот он был параной. Кто? Она меня не послушалась. Что с ней делать? А мудрецы, ну, которые вокруг него, все боятся. Евреи отказались советы давать. Они говорят, мы не знаем, у нас, мы в изгнании, у нас, значит, ум отказал. Да, он вначале обратился к еврейским мудрецам, что вы посоветуете? А он был такой политик очень крутой, да, то есть он советовался. Он все время, его главная задача была сохранить власть, но он не лез в менеджмент, ни в какие процессы. У него был только один вопрос личный, безопасность, все. А остальное он все время советовался с разными мудрецами, то у него премьер-министр Оман, то премьер-министр, потом Омана он убил, Мардыхая сделал, но сам он не управлял страной, а занимался собственной безопасностью. Это как бы архетип властителя, да, такого политика властителя. Значит, он казнил эту Вашки, а Вашки, кто она, внучка на выходной цара, бах, казнили. Дальше, дальше он того, кто дал ему этот хороший совет, казнить Вашки, Оман делает его премьер-министром, и тот становится, это архетип премьер-министра. Вы замечаете, вот премьер-министра все время меняет. Сейчас в Украине поменяли, в России поменяли правительство, то есть вот этот вот царь-политик, он все время сменяет этих министров. Значит, премьер-министр, такая опасная должность, их иногда садят, в тюрьму иногда не садят, но в общем они меняются. Этот Оман, он начинает царю советовать, и он начинает царя ставить себе под зависимость, себе под зависимость, и он придумывает сделать конкурс красоты, и начинает хватать девушек по всей стране, и к царю заводят. Вот, кстати, так как в Медилат-Эстер есть архетипы всех ситуаций, там есть карантин. Карантин в Медилат-Эстер, где находится, девушек, которые хватали с улицы, их год выдерживали, прежде чем завести к царю. Их год там чем-то натирали, маслами наблюдали, чтобы у них не было никакой болезни, сыпи там и так далее, то есть все обсматривали все время. Если у них была какая-то сыпь, ее уже к царю не пускали. Год был карантин, чтобы не дай бог, но он же параноик, и он боялся, ну, чтобы к нему вообще никто не притрадивался, чтобы не заболеть. Год карантин был для девушек. Хорошо. Значит, теперь второй архетип, девушка, еврейская девушка, женщина, Эстер, царица Эстер, которая потом стала царицей Эстер. Эстер это скрытая, но ее, до этого ее звали Адаса. Она была сирота, у нее погибли родители. Она была в племяннице, усыновленная Мордыхаем, но есть такие мнения, что она была его жена, что он на ней женился. То есть она была сирота племянница, и он, когда она выросла, он на ней женился. Ее хватают вдруг и запирают, как бы, в эту всю историю. Это как перед Сталине, например, тоже хватали девушек, было там вот эти вот, ну, репрессии и так далее. То есть было очень страшно тогда жить. Кто выступал против царя, сразу смертная казнь. Значит, она живет год во дворце, и потом царь ее на ней женится. Счастливая судьба для девушки, сирота, еврейская девушка из приличной семьи. Очень несчастливая судьба у нее. И она вынуждена с этим царем жить в этом дворце. Вообще не было для нее это радостью, вообще не было для нее радостью. Потом, значит, этот премьер-министр, он поднимается до величия, когда царь приказывает, чтобы все перед ним падали ниц. Вот так вот. Как перед царем. То есть там было принято на востоке, и этим, почему было такое к царю приказ. Если ты не падаешь ниц, тебя сразу убивают. То есть представьте, то есть было подавление личности такое, что если я царь, я главный, или это мой министр главный, то все должны перед ним, я прохожу, и все должны упасть на пол, вот так на четвереньке. Представьте, если бы сейчас ввели такой закон, что если там Владимир Зеленский заходит в комнату, все должны упасть на пол, вот так вот, и лбом уткнуться в пол. А кто так не сделает, тому смертная казнь. И приказал, значит, это было, чтобы сразу выявить, кто не подчиняется, сразу видно. То есть если ты не подчиняешься, и приучить, это как дрессировка собак была такая, знаешь, что я царь, все на землю, я царь, все на землю, всех дрессировали так. Значит, и это, сейчас я рассказываю типажи, которые есть, типажи, которые мы изучили, архетипы. Значит, Оман этот, у него было все, он был премьер-министр, перед ним все подали ниц, он был дико богатый, ну понятно, премьер-министр, что было понятно, он управляет страной, любая страна, это была империя, это миллиарды, миллиарды, иногда там триллионы долларов. И понятное дело, что любой премьер-министр быстро богатеет. И Оман, он дико разбогател сразу, он самый крутой, самый, там рассадил всех своих родственников, сыновей на самые лучшие места, то есть все. И тут ему один человек сегодня кланяется, и он говорит, все, что у меня есть, мне не в радость, вообще мне не в радость, это, пока здесь есть одна вещь, которая меня выбивает, то есть богатство и почет, и власть, это все у человека, он к этому стремится. И вот он говорит, пока один человек мне не кланяется, вот этот Мордыхай, я не счастлив, я не счастлив, он бесится, просто не знает, что делать. И он решает уничтожить всех евреев. Это показывает на то, что насколько человек в своем злодействии может сойти с ума. Он решает уничтожить целый народ, женщины, дети, старики, живущие вообще, они не видели никогда этого Мордыхая ни разу. Но, значит, он хочет убить всех, уничтожить всех. Теперь давайте вернемся к психологии Мордыхая. Мордыхай, это еврейский мудрец, один из советников, ну, такой, он как бы вхож был во дворец. Он был не из первых советников, но из таких вот, каких-то при дворе он имел какой-то вес. И тут он не хочет кланяться. Все кланяются, а он говорит, а я кланяться не буду. Ему все евреи, другие мудрецы, они ему говорят, Мордыхай, поклонись, какая тебе разница, мы все кланяемся, почему ты не кланяешься? Он говорит, я кланяться не буду. Я считаю, лично я, считаю, что он, было у Амана, есть разные версии, почему он не хотел кланяться, но была версия, что у него был идол такой, идол у него был на одежде. И получается, что когда ты кланяешься перед ним, ты делаешь идолопоклонство. А идолопоклонство нельзя даже под страхом смертной казни. Ему все говорят, да это не, ты же не перед идолом кланяешься, ты перед ним, а он говорит, нет, а я считаю, что это тоже перед идолом, и я кланяться не буду. В общем, он не кланялся и поставил под опасность себя и весь евреевский народ. Очень на него ругались. В общем, я сейчас дальше не буду рассказывать эту историю, есть мои уроки из прошлых лет, есть мои уроки, есть ссылочка на полностью, где я рассказываю всю эту историю глубоко и подробно. Хочу сказать свой вывод из этой истории. Вывод такой, что то, что с нами происходит, где политические процессы, жизненные истории, жизненные ситуации, все идет вот так вот. Голод, опасность, смерть, кризис, какие-то аманы, там цари, Ахашвироши, вот так вот мир колбасит. Если мы возьмем отдельно личную судьбу человека, эстер, сирота, потом забрали, потом стала царицей, спасла еврести народ, там, ну то есть, вот такая вот жизнь человека. Теперь, а что нам делать? То есть, что нам делать во всем этом бушующем мире, который вот так вот прям бушует и, как сказать, и трясется? А делать нам очень просто. Три вещи, которые надо делать в Пуре. И это является смыслом жизни человека во все, как бы, это то, что мы можем делать, каждый из нас, можем делать каждый день, не только в Пуре. И это является смыслом жизни человека, исходя из книги царя Соломона, которую мы до этого изучали, «Экклезиаст». Значит, первое, что нужно делать, это изучать Тору. То есть, мы изучаем Тору, мы пытаемся понять, через изучение Мишли, притчи, через изучение Экклезиаста, книги Торы, заповеди Торы, мы пытаемся понять, чего Бог от нас хочет, лично и в целом, для того, чтобы жить, выполняя повеление Бога. Это первое, чем в этом мире заниматься, постигать волю Всевышнего, делать то, что Бог велит, и этим можно себе обеспечить самую безопасную, спокойную жизнь в этом мире, потому что, в принципе, все геополитические процессы, они происходят из-за нарушения людьми воли Бога. И в личной жизни человека, если человек нарушает волю Бога, его начинает лично трясти. Значит, первое, что мы делаем в Пуре, и то, что нужно делать каждый день, это вечером и утром изучать Тору, чтобы постигнуть, понять волю Бога. Второе, что нужно делать, это давать ЗДАКу. Давать ЗДАКу, помогать бедным. Бог тебе, если дает, ты обязан просто помогать другим. ЗДАКа, она спасает от смерти. ЗДАКа, она, это заповедь, которая одна из самых главных заповедей милосердия по отношению к ближним. Третье, что мы должны делать, это, значит, Мишло Ахманод Ишель Реу. У нас должны быть близкие люди, друзья, которые мы должны помогать и давать им еду, с ними дружить. Причем этих людей не может быть много. Близкий, он должен быть один и ко всем нужно относиться тоже, как к близким. Но нужно обязательно кому-то давать, с кем-то дружить. Без этого нет жизни, если ты ни с тем не дружишь, и у тебя нет с тем, кому ты даешь, вот эти вот, приготовляешь вкусные две порции еды. Дальше. Дальше, как говорил в Каэлите царь Соломон, что, значит, ешь свой хлеб, пей свое вино и радуйся, радуйся жизни, потому что Богу угодны твои дела. Пока, если у тебя все хорошо, ты должен радоваться, кушать, пить и благословлять Всевышнего не только в Пурим, а каждый день. Ценить и любить каждый день своей жизни, каждую трапезу с кованой, с намерением, с радостью, прямо чуть-чуть вина выпил, можно там, я решил не пить пока до Песоха, после вчерашнего дня, решил пока не пить, значит, голова сильно болит, но чуть-чуть можно выпить там сок какого-нибудь, съесть хлеб и порадоваться, сказать Богу спасибо, жене спасибо, людям спасибо, и вот этим мой был вывод из праздника Пурим, очень простой и понятный, ешь хлеб, вино пей, радуйся жизни, учи Тору, давай вздаку, и все это будет великолепно, все, вот этот вот вывод я хочу сохранить на весь год, все, дорогие друзья, удачи, успехов, и я вам желаю всего самого хорошего, все, напишите свои выводы, можете посмотреть, есть ссылка под вчерашним моим коротким выступлением, ссылка на все мои уроки по Медилат СТР, и я рад, что у нас уже 160 человек в прямом эфире ежедневно учат Тору, и тысячи людей в течение дня могут этот урок посмотреть, и, то есть, мы пытаемся понять, что Бог от нас хочет, и, значит, изучаем для этого Тору. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.